МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. 20-летний староскольский рэпер на протяжении двух суток истязал бывшую девушку. Мучитель обрил 16-летнюю жертву на лысо и сбил, надругался. С мамой и адвокатом потерпевшей пообщалась наш корреспондент Анастасия Иконникова. 21 октября разделила жизнь 16-летней оскольчанки на до и после. Прогулка с подругой превратилась в двухдневный кошмар, из которого ей чудом удалось спастись. По понятным причинам мы не можем показывать ее лица, но предать историю огласке решила мама девочки, чтобы предостеречь молодых девушек от подобных ситуаций и чтобы другим парням было неповадно совершать такие преступления. Я была на работе, мне позвонила дочь без пяти восемь, отпросилась погулять. Я ей сообщила, что недолго, потому что я работала в ночную смену, а дома находятся еще маленькие дети. Все, мы с ней поговорили, что она сказала, что будет вовремя. В районе 10 часов я ей набрала, телефон не ответил. Я ей написала сообщение в WhatsApp. Когда Анастасия увидела, что сообщения до адресата не доходят, позвонила подруге, с которой отпустила дочь гулять. Та ответила только на следующее утро. Я у нее поинтересовалась, где она. Подумала, может, она у нее ночевать осталась. Она говорит, нет, типа, все нормально, она тебе сейчас напишет или позвонит, что-то такое. Я говорю, в смысле, она напишет, позвонит, она как бы дома не ночевала. Она говорит, ладно, сейчас я ее попытаюсь найти. Она, типа, сообщила, где она. 16-летняя скольчанка минувшим летом познакомилась с 20-летним парнем. Рэпером, как он себя называл. Пару месяцев они встречались, часто ссорились. Пара рассталась по инициативе девушки. Мать тогда выдохнула с облегчением. Чувствовала, что до добра эти отношения не доведут. Когда я первый раз с ним познакомилась, она привела его познакомиться с ним. Какой-то вот он, не знаю, почему-то отталкиваешься какой-то. Так, я не скажу, что он там страшненький, да, симпатичный. Но, понимаете, какое-то вот чувство отталкивающее было. Я ей прям сразу с двух слов сказала, это, ну, не твое. Говорил мне, я у тебя ее все равно заберу. Она все равно от меня забеременеет. И, типа, ты ее не увидишь. А дальше события разворачивались, как в ужасном триллере. 21 октября 20-летний Старос Колец обманным путем организовал встречу с бывшей девушкой. В машину сели в пятером. Сам насильник и двое его знакомых. 16-летняя жертва и ее подруга 14 лет. Первой остановкой стал атаманский лес. Под предлогом поговорить горе-рэпер отвел возлюбленную в сторону и начал душить. Угрожая убийством, заставил замолчать и поехать к нему домой. Как знакомые, которые видели их ссору, ничего не заподозрили, остается загадкой. Произошло, на мой взгляд, одно из самых отвратительных и гнусных преступлений, которое связано, во-первых, с несовершеннолетней, а во-вторых, связано с ее неприкосновенностью. И, на мой взгляд, данное преступление, оно в полной мере описывает состояние общества сегодня. Более того, это преступление было совершено человеком ранее знакомым, близким, что особенно говорит о ее циничности. Глубокую надежду выражаю на то, что органы следствия дадут правильную квалификацию действиям всех фигурантов этого дела. Высадив друзей на микро, водитель повез жертву ее насильника к нему на квартиру в микрорайоне Макаренко. У себя дома 20-летний Старосколец удерживал девочку двое суток. На связи с мамой несовершеннолетней находилась ее подруга. Она мне сообщает вечером, что она с ней связалась и что придет завтра домой, то есть якобы в понедельник. Я говорю, может быть, она у Артема? Она говорит, я не знаю, у меня нет его номера. Она с ним связалась, он ей ответил, дал поговорить с ней, но сидел напротив нее, как она позже пояснила, и то есть не давал ей возможности сообщить о том, что с ней что-то там происходит. Утром она опять не явилась. Я подумала, что она пошла сразу на учебу. Но на учебу она не пришла. Спасло жертву то, что мучитель ушел на работу, закрыв ее у себя дома. Малолетней подруге девушки он дал номер домашнего телефона, чтобы вечером она принесла одежду. Вещи, в которых была пострадавшая, садист сжег. Позвонив туда, подружка узнала подробности жестокого заточения. Она мне говорит, что там такое случилось. Я говорю, что случилось? Она мне говорит, что можешь, короче, идти в полицию. Ну и все, я там больше дальше себя не помню. Я поехала туда, вызвала полицию, забрала дочь. Самым тяжелым, признается мама пострадавшей девочки, было увидеть, в каком состоянии ее ребенок. Подойди к окну, я посмотрю, что с тобой. Она встала из-за штор, из-за тюльки и машет мне рукой. Я говорю, выгляни в окно, чтобы я увидела. Ну, она подняла тюльку, я увидела, что она лысая. Там не было слов. Синяки были у нее по всему телу. Уши все синие, налоса вот побритая, ножницы, вот что он втыкал в ногу. Ну и признаки насильственных, сексуальных действий. За двое суток 20-летний Старас Колец совершил не одно преступление, а целый набор. Этот день, в общем, разделил моего ребенка, то есть до и после. Сейчас внешне моя дочь, а по состоянию это вообще другой человек, со сломанной жизнью. В общем, я хочу, чтобы этого преступника наказали по всей строгости. Сейчас насильник находится под стражей. Идет следствие. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Банк России предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Особенно активно этот сценарий злоумышленники используют в регионах. Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей банка. Страницы содержат реальные данные из интернета – фамилию, имя, отчество, фото. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, они отправляют сообщения в крупные компании или госучреждения. В письмах лжесотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. Сотрудники Банка России не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения своих служебных вопросов. О подобных случаях мошенничества сообщайте в правоохранительные органы. Мы полагаем, что описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных белгородцев, например, создавая поддельные аккаунты ваших друзей в социальных сетях. Будьте бдительны и не сообщайте посторонним личные финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их не пытались узнать. Не нужно совершать денежные операции по просьбе незнакомых лиц. В рубрике «Депутатский округ» продолжаем рассказывать о народных избранниках. В нашем следующем сюжете свою территорию представит Ольга Коптева. В Совете депутатов она представляет интересы жителей первых микрорайонов северо-восточной части города. Ольга Петровна Коптева свою трудовую биографию связала с коллективом группы компаний «Славянка», где уже много лет работает финансовым директором. А депутатскую деятельность ведет на протяжении нескольких созывов. Активно участвует в решении проблем 7-го избирательного округа, в состав которого входят микрорайоны Жуково, Буденного, Макаренко. Один из немногих, где представлена плотная городская застройка и отсутствуют сельские территории. Зато уровень благоустройства до последнего времени оставлял желать лучшего. Особенно там, где сконцентрированы так называемые малосемейки. С началом программы апгрейда Старого Оскола, Староскольского городского округа, в микрорайоне Макаренко все-таки очень многое сделано. Ремонтированы дворовые территории, сквер студенческий благоустроен. Также очень радует то, что благоустроили общественные места. Вот опять же в микрорайоне Макаренко благоустроили площадь перед ЦКР молодежной. Очень комфортное место, любимое жителями. Жители посещают по выходным, там элегантные дискотеки устраивают. Я сама тоже несколько раз присутствовала. И вижу, как люди довольны, как их это радует. Наверное, это и есть самая большая награда для депутата, когда удается сдвинуть с мертвой точки годами нерешаемые проблемы. Просьб, жалоб, предложений, обращений не с честь. В каждом наказе живая заинтересованность людей. Невозможно, конечно, решить все задачи в одночасье. Но поддержать словом и делом, оперативно дать совет, сделать нужный звонок – это часть жизни народного избранника. И не только локально, на местах, но и масштабно, в совете. Некоторые заблуждаются, думают, что это освобожденные, оплачиваемые места. Но на самом деле это общественная нагрузка. Работаю в этом четвертом созыве в комиссии по бюджету. И сейчас мы работаем над бюджетом. Бюджет – это главный документ нашего городского округа. И очень важно запланировать правильно доходы, запланировать правильно расходы. Важно не упустить какие-то моменты, что в первую очередь нужно сделать и заложить расходы на какие вещи, что можно там чуть отложить. Поэтому работа, конечно, кропотливая. Иногда спорим. Но, как говорят, в споре рождается истина. Каждый дом и каждый двор живет своими большими и малыми вопросами и запросами. Люди ждут реакции на обращения. Многие и сами стараются включиться в работу. Одному, даже самому активному и опытному депутату не под силу решить все проблемы. В процессе работы складывается команда единомышленников. Прежде всего я опираюсь на своих помощников, конечно, в своей работе. Очень мне помогают директора школы. Я с ними в тесном контакте. Они мне помогают по возможности. Я им помогаю. Очень помогают мне руководители управляющих компаний. Также на моем округе три управляющих компании. Мы с ними тоже в контакте. Ну и, конечно, сами жители. Нередко Ольга Петровна выезжает на встречу с жителями в свой обеденный перерыв. Понимая, что помимо официальных приемных дней, важно реагировать на то, что происходит на местах. У меня была, например, причина. Вот она, эта причина. У меня под окнами парковались. День, ночь, полночь. Ругань. То заводят машину, то еще что-то. Я обратилась к ней. Я говорю, помогите, пожалуйста. У нас сделали ремонт, но вот дальше поребрик не положили, а у меня паркуются. А она, пожалуйста. Я говорю, хотя бы вот просто столбики вбить. В итоге, да, приехали, вбили. Теперь у меня в квартире все хорошо. Проблем на депутатском округе немало. Чего стоит знаменитая лужина Макаренко, не замерзающая даже в холода. Каждый такой вопрос на контроле депутата. Если нет возможности помочь именно сейчас, будут силы и время отреагировать в будущем. Сделано много. Еще больше впереди. Главное, чтобы люди ценили и берегли то, что уже сделано в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ. В следующем году предстоит большая работа, и она обязательно отразится на качестве жизни староскольцев. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. 9 канал в эфире уже более 30 лет. За это время мы показали более 55 тысяч сюжетов. Наша редакция освещает самые значимые события в городе, формирует актуальную новостную повестку. Сегодня наша съемочная группа выяснила у староскольцев, какое место в их жизни занимает ТВ. Одни староскольцы считают просмотр телевизора своим хобби. Для других – это способ расслабиться после работы. Телевизор может работать и просто фоном. Так приятнее заниматься домашними хлопотами. Конечно, смотрим телевизор. Что предпочитаете смотреть? Ну, смотрим сериалы, естественно, когда время остается после работы. Вечером после работы, когда приехал домой, посидеть, чай попить, посмотреть. Нормально, спокойно, домашняя обстановка. С утра, перед тем, как собираюсь на работу. Часть горожан относится к телевизору скептически. По их мнению, по ТВ показывают одно и то же. А в новостных сюжетах – один негатив. Я не смотрю новости. Скучно. Ну, там все плохое, говорят. Цены, рубль там падает. Ну, мне это не интересно. Ну, люблю только новости смотреть. Ну, даже в новостях все одно и то же. Все как под копирочку. Новости я смотрю. Но ночами смотрю, как пенсионерка, смотрю классные наши советские фильмы. Потому что только ночью их показывают. Весь день одни шоу дурацкие. У меня лично совершенно другие интересы. Мне неинтересна жизнь чужих семей. Мне интересно что-то узнать новое. Поэтому телевизор – это не мое. Для молодежи Старого Оскола просмотр телевизора – это чаще всего неактуальное занятие. Требует больших временных затрат. Чтобы узнать последние события, им проще воспользоваться интернет-ресурсами. Просто нет времени. Компьютер, да, не смотрю, как бы телевизор и все. И, конечно, старооскольцы с удовольствием смотрят новости Девятого канала, чтобы узнавать самые свежие и интересные события в жизни любимого города. Интересно, как он растет, как он развивается, как он преображается. Анастасия Проурзина, Павел Казакевич, Илья Самсонов. Девятый канал. Девятый канал. В третьем лицее такой подход практикуют уже четвертый год. Здесь 1035 ячеек для смартфонов по числу учеников. Телефоны оставляют по желанию. Пока это дело добровольное. Для нас это уже стало своего рода нормой. Дети понимают, родители принимают такое условие. Для того, чтобы все-таки ребенок на уроке занимался тем, чем нужно заниматься. Не отвлекался на свой телефон, на игры. Это ввение нашего времени. Мы ничего не можем сделать. Но при этом урок есть урок. У меня ребенок вправе отказаться и не оставлять. И есть такие дети, которые пользуются этой возможностью. Но я думаю, когда будет уже узаконено, закон мы обязаны выполнять все. Есть секции для хранения и в каждом классе. Хотя, признаются ребята, новые правила приняли не сразу. В начале были недовольны, конечно, потому что, ну, все-таки, опять же, повторюсь, телефон – это важная часть жизни. Быстро смирились? Да. Ну, все-таки должно это быть. Потому что ты не отвлекаешься, слушаешь материал, материал лучше усваивается. И тебе проще из-за этого. Иногда телефон помогает мне и в учебной деятельности найти какую-то новую информацию. Ну, чаще всего, наверное, трачу время больше на общение с друзьями, просмотр каких-то видеороликов. Если ты вдруг забываешь телефон, как ты себя чувствуешь без телефона? Наверное, чувствую себя некомфортно. То есть, это, ну, как часть меня, можно сказать, уже. Четверть россиян ежедневно проводят в сети по семь часов. У многих – зависимость от смартфона. Но если у большинства она добровольная, у педагогов – вынужденная. Электронные дневники, родительский чат, классный чат, чат с руководством, чат с коллегами, задания, отчеты – все через телефон. Поэтому многие учителя мечтают, как раньше проводить уроки, спокойно, не заглядывая поминутно в телефон. Однако новый законопроект рассчитан только на детей. Переключаться и работать в плане многозадачности очень тяжело. То есть, смотреть куда-то, делать что-то, слушать еще что-то, не каждый так способен. Поэтому это влияет на работоспособность, это влияет на усвоение знаний. Поэтому я бы за то, чтобы телефоны все-таки лежали у нас в контейнере и забирали детей их только на перемену. А учителя смартфон отвлекает тоже или нет? Очень отвлекает на самом деле. Если бы нам тоже запретили пользоваться во время уроков смартфонами, было бы очень хорошо. Как классный руководитель на своих мероприятиях убираю сейф в телефоны, а родителям пишу. До 19 часов нас не беспокоит. Тогда мы играем, тогда мы наслаждаемся общением. Смартфон подменяет реальное общение виртуальным. Сегодня у нас снег. Казалось бы, снежки играть, бабу снежную слепить. Нет, дети просто в чате написали «Ура, снег!». Я больше чем уверена, что большинство не выйдут играть. Они будут в телефонах. А это вот уже, знаете, двигательная активность. Это уже процессы работы головного мозга. Нет движения, получается. Знаете, мы все время, когда к нам приходили пятые классы, мы переживали. Они бегают. И мы все время не бегать. И это травмоопасно. Еще что-нибудь. Сейчас пятые классы у нас практически не бегают. Они сидят. Они сидят в телефонах. В 2019 году каждая четвертая школа страны ограничила использование телефонов на уроках. За почти 70% россиян. Больше половины из них уверены – учиться дети станут лучше. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Станислав Васютин, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Дубленки, куртки, аляски, шубы, пуховики. На выставке представлены около 50 моделей. Женской и мужской. Верхние одежды из зимней коллекции. Женские можно сочетать как с юбкой, так и с брюками. Продавцы отмечают, благодаря крою вещи выгодно подчеркивают достоинство любой фигуры. Изделия уникальны. Одинаковых расцветок почти нет. Это премиум класса австралийская шерсть мериноса. Никогда не надоест, потому что она имеет свойство носиться и как дубленка, и как шуба. То есть выворачивается полностью внутренность. У вас сразу две вещи в одной, хотя вы платите только за одну, естественно. У нее такой простой классический дизайн, не сильно приталенный, при этом не сильно прямой. То есть он любую фигуру женщины подчеркивает ее достоинство, соответственно, и садится как среднеевропейская длина. Позволяет комбинировать как с юбками, так и с брюками. Для выставки собраны вещи из брендовых магазинов города Санкт-Петербурга. Они закрылись из-за санкций, и теперь коллекции вывозят в регионы. Одежда изготовлена из натуральных материалов, говорят продавцы, поэтому в ней комфортно даже при 30-ти градусном морозе. Приветливый персонал помогает подобрать изделия обладателям самых разных размеров, от 38-го до 74-го. Я вот сейчас надела эту курточку, прямо такая хорошая, удобная, легко, и прямо вот как будто я ее сто лет носила. Очень нравится. Тепло, удобно и красиво, как будто я совсем молодая опять стала. Вообще-то мне очень тяжело подобрать, а тут оказался мой размерчик, XS, и цвет мой под мои глаза, и цены демократичные, решила беру. Дубленки, куртки, аляски, шубы, пуховики – все со скидкой до 70%. Ждем вас в городе Старый Оскол, улица Ленина, 34, дробь 53. Помещение справа от ТЦ «Славянский» и микрорайон «Интернациональный-16». Бывшая аптека. Торопитесь на финскую распродажу одежды только с 20 по 25 ноября. Ориентир воздушные шарики. Скажите кодовое слово «Осень» и получите дополнительную скидку. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. В Старом Осколе и Губкине самый холодный день недели. По данным гидрометцентра, в среду 22 ноября морозно. Возможно, гололедица, будьте осторожны. Температура воздуха на протяжении дня – минус 9 градусов, которые будут ощущаться как минус 15. К ночи столбики термометров опустятся еще на 2 градуса. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Растущая луна, магнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление в пределах нормы – 746-748 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова